собственно худшие это персонажи на которых вообще не стоит начинать не надо ну получше но все равно не стоит окей это как бы ну ну на крайняк хорошо можно лучше это прям самый топ ну как то так чтобы вы понимали и 1 это баракич баракич я считаю что это это хорошо баракич это действительно хороший вариант персонаж с большим количеством урона единственная проблема он короткорукий он наносит много дэмэджа много урона и не очень простые серии и очень простые сокрушительные удары условия для выполнения сокрушительных ударов единственная проблема который вы столкнетесь играя на бараке это не столько даже его короткорукость сколько то что вы будете огребать от зонера поскольку вы новичок а нужно помнить что новички будут играть против новичков и новичкам желательно выигрывать потому что в противном случае они потеряют мотивацию играть если они будут проигрывать каждый второй бой каждый первый то им не захочется вообще играть в игру им нужны персонажи которые будут их тащить и барака вполне может тащить и будет поощрять вашу долбежку по кнопкам непрерывную поэтому да это неплохой вариант но вас могут зазонить то есть кидать вас снаряды с этим у бараки проблемы у него нет ничего на мобильность он тяжело сближается вот поэтому это надо иметь ввиду следующий персонаж кисечка кейдж это на самом деле не так уж и легко ее определить ну у нее не самый удобный лаунчер прием который подкидывает для комбо потому что противник улетает куда-то вверх и там и все наверное смогут правильно жонглировать но в целом я бы наверное сказал что наверное хорошо наверное хорошо даже хорошо вы будете себя комфортно чувствовать она пригибается когда стреляет по вам не прилетают снаряды вы можете вы можете 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 спамить ее ножкой b3 и в принципе чувствует себя комфортно капитан мисплей играет киркоров я буду что-то говорить чтобы не кинули авторские права пасе большое капитан мисплей за 255 рублей пасе больше ничего уже не вернусь придется вернуть придется возвращать спасибо за 255 и это останется на записи как это мил так оставим все-таки кесси здесь я думаю у нее удобные удары достаточно быстро у нее хорошие серии а так правда и вряд ли если вы будете играть против таких же новичков как и вы сами вы будете испытывать проблемы цитрион тоже казалось бы нужно понимать что за нее делать но если вы только начали если вам нравится зонить нравится закидывать противника всякой фигней на расстоянии то надо но можно это делать в принципе спокойно очень другой вопрос что вас совсем может не устроить ее урон в комбо потому что цитрион не наносит много урона в комбо ее комбо это 20 процентов или 26 с гейзером или 25 сколько вот в чем дело а кстати по поводу того какие спецприемы брать на персонажи я об этом рассказываю в отдельном видео у меня есть на канале я оставлю ссылку в описании этого видоса на всякий случай чтобы вы знали наверное все таки центру я поставлю сюда вернет не самый хороший вариант просто потому что она не позволяет вам нормально делать комбо но опять же столько у него всяких опций на зонинг что наверное кому-то интересно будет так играть я полагаю вполне вы просто можете закидать чувака он может принципе к вам не подойти за весь бой если вы будете все делать грамотно и это будет давать вам дофамин так девора девора тоже не кажется с очень привлекательным вариантом другой стороны у нее очень размашистые атаки я знаю что многие игроки когда начинают играть они хотят чтобы их удары хорошо попадали чтобы не был короткорукий боец как у бараки проблема но там у него тоже можно найти какие-то варианты там тот же вперед 21 но а вот девора у девора хорошие атаки но не знаю с деворой трудно с деворой действительно трудно подходит ли она новичку понятно что чтобы реализовать ее план на игру то есть на высоком уровне на более-менее уже даже среднем ты не будешь ее брать если ты плохо понимаешь игру в этом плане она сложная но другой стороны до апперкот и апперкот у нее совсем не отличный про апперкота кстати неплохо напомнил потому что апперкоты новички любят делать и лучше бы чтобы персонажа был хороший апперкот вот чем делал ты вошла в мою грешную жизнь капитами сплэй спасибо ну окей ладно пускай будет так короче девору наверное все таки я оставлю тут у нее снаряды плохие вот в чем дело у нее фиговые projectile то есть она пускает вот этих своих бабочек они так медленно летят поэтому но не самый лучший вариант я бы хотя есть телепорт с другой стороны то есть вас не за зоне так эром black эром black это пожалуй хороший вариант для новичка очень весело делать за него слайд очень весело нажимать вперед 4 вам понравится безусловно у него серия назад 222 то есть понятно что я поставил его в терлисте конченности в категорию эстеты потому что все таки по большому счету его берут эстет это правда но играть будучи новичком за него действительно весело и бодро может поэтому я думаю что подойдет подойдет он новичку очень даже подойдет frost я не советую новичкам хотя я сам начинал играть на ней но я тащил за счет и и лоу атаки лоу серии через b3 и ледотрясение но наверное я просто не буду советовать блин на ней вроде тоже можно звонить но я думаю что новичку не будет удобно за нее играть я убежден ну да frost конечно пока что оставим ее тут может быть я передумал принципе я сам начинал на frost и тащил поэтому как бы с другой стороны она не такая уж удобная она совсем неудобная ладно пока оставим у джан это плохой вариант для новичка потому что у него сложные серии они не совсем обычные в плане это не только чему вы привыкли некоторые из них просто нужно прожимать окончательно чтобы они нормально работали потому что принцип действия там ударов такое комбит за него тяжело новичкам будет естественно поэтому ставить ли его в худшие вот над чем я думаю либо оставить его в не надо пока что оставим тут наверное а там уже относительно других персонажей будем решать передвигать чаров дальше или и раз это наверное окей вариант принципе там все просто у герас но хотя песочком попадать да вот эта проблема ну поэтому я оставлю его в середине пожалуй или а спасибо за 285 российских рублей почти не подвели и подвел с чем спасибо блин еще знать бы что вы имеете ввиду илья так герас 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 я все-таки в хороший вариант его не поставлю все-таки нет не так удобно будет новичку за него играть хотя с другой стороны у него вроде легкие сокрушительные удары это да но я думаю получше варианты найдутся пока оставим его чем эрон лучше чем герас у гераса нет вперед 4 слайда нет миндалька спасибо так и запишем надменный кита ну чем нет чем нет джеки брикс это не надо пожалуй джеки брикс конечно имеет хорошие быстрые средние удары но новичок этого не поймет ему это не надо поэтому лучше наверное ее не советую безусловно она самый сильный персонаж в игре но играет кто-то на джеки вообще среди новичков люди вообще не знают что она существует до того момента пока они выйдут на нормальный уровень потому что никто против них не берет джеки потому что они играют против таких же новичков какая не сами никто не играет за джеки на начальных этапах но это можно делать вообще можно играть за кого угодно и пробовать особенно если у вас был опыт в других файтингах потому что mortal kombat это более-менее казуальный файтинг естественно но наверное не стоит все-таки за нее нужно понимать что ты делаешь не такие у нее удобные input и ну вот некоторых ударов и комбо делать хоть тяжело поэтому я бы не советовал а вот одним из лучших вариантов я считаю джейд потому что за джейд вы можете играть как отсталый кончалыга который будет делать апперкоты прыгать назад и дать разоранги использовать ауру опять прыгать назад опять кидать разоранги бить ножками бить палкой на пол экрана жади да это действительно хороший вариант можете начать с нее другой вопрос что если вы будете продолжать и дальше я играть то вы станете и городом потому что это очень такой роковый геймплей или раковый поэтому хотя о чем мы тут говорим блять мы обсуждаем вообще как найти персонажа чтоб просто помешить по факту и для того чтобы на нем играть дальше там я не знаю тысячи часов набивать конечно нет вы должны типа влиться в игру то есть хотя бы побеждать на начальных этапах а не выбрать сейчара и на нем дальше отыгрывать и позадрачивать нет потом берите других персонажей но на первых этапах выбирайте тех кого я кину в зелененьких ну по крайней мере на мой взгляд там уже люди могут как угодно возмущаться в комментах но пока что но мы будем раскидывать так как считаем нужно джакс джакс это не самый лучший вариант пожалуй явно но и сильно сложным его не назвать у него херовый снаряд херовый гранатомет у него не самый хороший апперкот чувак бьет кулачками да и новичкам это не очень нравится тоже и надо чтобы персаж бил оружием это тоже надо учитывать этот фактор пожалуй потому что им надо в нейтрали побеждать потому что один человек машет второй человек машет и перемешивает тот кто бьет оружием частенько такое бывает поэтому наверное джакс это окей вариант я сейчас не говорю про то что надо командники за него делать и прочую херню мы говорим о про абсолютно простые вещи которые могут делать пока новички вот поэтому наверное так хотя механика нагрева рук и сокрушительные удары на нем неплохих вообще мы особо будем ценить универсалов здесь из тех против кого тех за кого ну против кого угодно нормально играть так джонни кейдж джонни кейдж это наверное не надо вариант я бы даже сказал типа но джонни кейдж для новичка но вы будете типа как быдло в лувре вы не поймете просто этого вы не поймете в чем сила этого персонажа хотя это считается чуть ли не топ-10 боец но вы не сможете реализовать его преимущество movement и скорости ударов его не наказуемости потому что вы как раз таки должны делать наказуемые вещи потому что ваш противник вас не будет за них наказывать зачастую люди не делают паниш представьте себе люди не наказывают блок на начальных этапах потому что те кто наказывают вас и так вынесут забейте поэтому нужно сильное дерьмо такое которая как бы и небезопасно но будет давать эффект при попадании а это что человек заблокирует он не успеет показать нормально джокер это лучший вариант для новичка каким бы сильным он не считался эффективным на высоком уровне игры он на самом деле таким же остается и на низких рангах потому что джокер имеет очень хорошую досягаемость ударов при их отличной скорости сокрушительные удары вкусненькие да даже на вперед 32 можно будет делать сокрушительный удар спокойно на его трость потому что люди не блокируют да тоже не знаю вот у него нормальный снаряд не самый лучший но можно взять в цепи у пил ему и у клуб и куклы стрелять собственно почему бы и нет тогда другой стороны ну да это нормальный вариант быть все равно в общем а у него апперкот еще отличный не будем забывать но у него много чего хорошего типа этот джокер джокер это круто 95 процентов хп единственно что вас может смутить но на это внимание сильно обращать не стоит кабал кабал в общем то не то чтобы сложный персонаж если не играть с ним через разреженный газ а вы скорее всего не хотите этого делать поэтому поставим кабалов хорошо я думаю серии ударов у него понятные геймплан у него понятный возьмете ему низкий крюк будете делать простенькие миксап чеки confirm сделали 111 и разбежку нормально но модель покой почему нет хороший вариант бьет крюками хрен перебьешь иногда нормальный вариант к она это тоже супер небезопасные вещи но блин вот советует ли к на новичкам в общем то за него весело играть то есть у него многие удары делаются как туда кейн это хорошо пожалуй за него действительно очень весело будет играть вот ты нажимаешь там на одну кнопку он катится нажимаешь на другую он тоже делает какой-то перекат уже с оверхедом но другую он там бьет я не знаю ногой с ножом кп на самом деле очень эффективно все то есть такие одиночные когда тебе не надо делать комбо это даже хорошо порой случае скана там канабол ножи у него хороший блин за него удобно играть у него подсечка неплохая назад 4 почему нет сейчас не говорим про командники про сложные вещи те простые инструменты которые есть у крана за счет них можно выигрывать пофиг что они и безопасно это на и тусик это ну блин у нее хорошие projectile у нее зоне к разве что хорош но в целом ее совету наверное не надо наверное не надо пока наверное сюда какие-то ну куда у китана досягаемость ударов не самое лучшее у нее снаряды хорошие вот это важно хотя с другой стороны у нее есть телепорт до после после стойки правда наверное это не самое удобное для игрока для для новенького что есть поэтому вот не знаю тут ее не надо или с китаной действительно сложновато с другой стороны у нее не такие сложные сокрушительные удары да все довольно просто серии ударов только мало эффективно поэтому пока пока наверное оставлю тут мне в целом не кажется это прям плохим вариантом не знаю не особо себе представляю что вот пичку комфортно на китане коллектор тоже такой персонаж который играется очень по-своему и может отпугнуть не знаю куда коллектора неужели его и опять сюда же верно коллектор действительно не лучший вариант это это сложновато будет на рисунке спасибо хочется обратиться к если новичок захочет чему-то научиться вам посмотрит айды да не то чтобы новичкам надо учиться понимаете играть но в плане им надо учиться играть но им надо типа остаться в игре хотя бы потому что они играют за персонажа все равно будут учиться это неправда они будут смотреть на серии других персонажей запоминать где анда садится где лоу атака где оверхед типа они будут набираться опыта все равно поэтому это хорошо это нормально то что они раковые играют до вас поеду хотя бы останутся в игре на какое-то время они выйдут потому что у людей сгорает жопа от поражений на первых порах когда они играют в игру нельзя про это забывать коллектора пожалуй пока что оставим тут отель кан в общем-то неплохой варик вроде бы да на куталька не на куталька не нормально должно быть играть мне кажется а почему нет я зонят нажимаешь на киску надо там ударить в нейтрале вперед 2 можно командник команднику и несложный стать любой человек сделает спокойно да вот или действительно простенький персонаж в этом плане он даже ногой можно бить какой-нибудь вперед 4 или вперед 3 когда он ногой бьет и противник отлетает на ясика и это можно сжать от мог можно много чего жать на потолка не по идее если у него снаряд не очень да но с другой стороны у него кб на снаряде которая очень легко сделать поэтому да можно и тотемов тотемами правда тут не знаю ладно кумлау это пожалуй один из лучших вариантов потому что вы можете просто как дегенерат прыгать и делать отмены в дайвки там довольно простой план на игру серии ударов очень хорошие не прямо очень наверное ну в целом-то не то чтобы очень хорошие они против неопытных игроков будут работать скажем так то что многие не знают где там присесть можно что там пбш естественно никто не будет у него телепорт есть который новички тоже не реактят особо и не знают даже как country что там просто вниз один надо нажать поэтому дают скрабское дерьмо этот пулал то еще поэтому пускай будет пока что люкан это хорошо кто бы чего не говорил там что типа вот за него надо знать фундаментал и как мне клей писал наряда хороший персонаж универсальный сильные line kick есть есть серии ударов есть на из трех ударов которые можно подтверждать велосипед есть чё те еще надо сокрушительные удары хорошие хорошие личный вариант фактор спасибо но он и так хороших спецприлем отличный оператор продвигающие ногами давая 444 звонит выше среднего не зоню к ниву не выше стоять личные пони фоник у него как раз средний пожалуй это если учитывать что у него одна зоне копцы может быть он и лучший на самом деле у меня просто смущает знаешь чё взборать это что он не универсальный его за зоне это что у него ручки коротенький то есть ты не так комфортно себя в нейтрали будешь чувствовать вот чем дело поэтому я вы не поставил лучше а вот эти персонажи они все-таки могут иметь нейтрал еще люка на пока оставим тут люка на единственная проблема это наверное то что серии не слишком хорошо продвигают у него тоже как бы нет особо оружия да ну и уронов комбо наверное он не так много наносит если не учитывать что учитывать что не делаешь через вперед 3-3 до так милина милина наверно это худший вариант как раз или на откроет этот тир у нее хорошие снаряды да но это все наверное это все да у нее есть там ролл через него можно комбить у нее ужасные серии очень плохие понятно что комбо делаются более-менее окей да но но мне кажется новичок будет себя чувствовать как в аду за нее вообще поэтому я бы все-таки не советую не вы не хотите играть за милину на первых парах вы хотите взять персонажа который нормально бьет нормально может бить милина не умеет нормально за милину надо понимать что ты делаешь миксить зонить очень грамотно это точно не вариант для новичка вообще не думайте играть на милине но в плане играйте на ком хотите в любом случае просто одних я рекомендую других нет вот и все поправка ночной волк это это окей вариант это не самый хороший вариант правда потому что у ночного волка нет сильно эффективных вещей вообще нет и по это честный персонаж другой стороны он не такой уж и сложный в плане ну плане комбо там надо делать дэши до после тамагавка это да другой стороны можно наверное и простыми сериями бить в общем он понятный он для новичка очень понятный и и есть нормальные серии ударов у него очень много серии ударов разных не все из них правда ну будут одинаково эффективно понятное дело ёкб на броски у сокрушительные удары вообще хорошие мы его не использовать нормальный вариант вот прям сломанного какого-то говна нет которая вас будет тащить ночной волк вам вас просто тащить не будет вот в чем проблем собственно как и джакс вряд ли вас будет прям так сильно тащить как джокер какой-нибудь или джей а ну сайбот это лучший вариант для новичка вообще наверное вообще с нуб сайбота стоит начать изучение игры в целом потому что нуб сайбот за нуб сайбота вы поймете что такое высокий урон как работают комбо вы поймете как комбить через там три стендик да есть через b1 бросок у него хороший фатальный удар у него хорошие сокрушительные удары понятны да ну нормальные нормальные сокрушительные удары скажем так у него нормальный снаряд у него есть телепорт тип ну и слайд это это хороший варик это хороший варик в любом случае нуб сайбот у него вот вот за него начинать играть это прям собственно многие начинают и так ну сайбот вообще обожаю многими игроками и тут его не зря сделали простеньким по еще больше мотивации было им играть короче рейдом 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 я бы даже в хорошо поставил пожалуй ну чё там телепорты люди делать смогут палкой бить но у него есть нормальные такие серии которыми можно бить на расстоянии понятно что основная серия у него одна там да можно и другие пробовать господи зонить он может более-менее во внутри игрового обучения он есть ну ладно это ни на что не влияет буревестник с буревестника комбить в принципе вообще мне кажется любой детсадовец может довольно просто все поэтому до рейдом это нормальный вариант особенно телепорты особенно телепорт не будем забывать что люди не реакция телепорта на первых парах у многих реакция так я имею ввиду новички не будут наказывать поэтому да вы можете вниз вверх и не сверху чего нет лиза так и играют рэмбо рэмбо про мАР м бран ile там мне кажется тоже ramb а это не очень вариант и вот вроде они ирам бы должны быть грамбо тоже гостевой вроде его тоже должны были сделать более менее понятным но по итогу rambit ну им тяжело будет выигрывать типа понимать в чем дело может даже не надо за рэмбо играть чур им вообще такого простого есть ну типа комбить через силки вы сможете ладно давайте его хотя бы сюда не знаю что за рэмбо вообще делать новичку то вообще будет советовать рэмбо новичку какой и психом надо быть кстати рэйн вообще сюда идет спасибо что зачем-то да его комбо с телепорт в обучении очень влияет как там вообще можно успеть ударить после телепорта как так и рэйн рэйн очень плохой вариант для новичка очень короткие серии он не сможет реализовать его мобильность нормально снаряд не самый наверное приятный у рэйна сокрушительные удары разве что да вот более-менее но тоже еще попробуй попади не рэмбо точно не вариант нет вообще любой персонаж у которого короткие удары это не вариант это может можно сразу шивы сюда поставить в общем тут даже объяснять нечего но когда шива была персонажем у которого был и листом вниз-вверх который не блокируется и не контрится то тогда да это был очень сильный вариант вообще мог не уметь играть в mortal kombat 11 и выигрывать вообще кого угодно просто делаете листом но сейчас это персонаж у которого остались только миксапы очень короткие ручки а миксапы особо ну нужно понимать как делать новички не понимают только дракона у нее есть которые можно засирать это стойку дракона сможет и человек там все правильно нажать наверное да сможет его законтрят просто с любым телепортом вообще он будет сосать поэтому не надо играть за шиву так робокоп робокоп это это окей вариант до тех пор пока вас до вас не доберутся в ближке короче вы можете зонить как центра на робокопе поэтому они где-то посередине то есть типа да ты можешь стрелять бесконечно как больной ну вот ближки ты будешь чувствовать все-таки дискомфорт некоторые хотя у него есть кб на сокрушительные на серии ударов до сразу может наказать бам и 270 да наверное где-то посередине то есть если рэмбо вроде бы зонит но не так эффективно и не не так душно то робокоп хотя бы зонит очень хорошо но у нее серии ударов тащит дрянь новичок до робокопа не дойдет ну да скорее всего поэтому поставим его где-то тут скорпион скорпион это естественно один из лучших вариантов потому что у него очень понятный принцип действия до его приемов него гарпун у его телепорт он универсал это самое главное у него легкие сокрушительные удары типа ну скорпиона сделали специально легким понятное дело он на обложке этой игры у незеров всегда так если на обложке игры ты очень простой очень эффективно поэтому так я думаю за него не надо вообще ничего рассказывать вот два персонажа с которых лучше всего учиться понимать механики игры ну псайбот скорпион как по мне люка но можно сюда может быть баракова барака по идее тоже легкий я вот говорю я бараку бы засунул в лучшее если бы он не страдал от зонеров а новички они тоже любят зонить понимаешь поэтому так шансунг шансунг довольно таки простой и универсальный эффективный но он идет сюда наверно то есть настолько сильным настолько сильно играть в нейтрали человек за шансунга не сможет но сможет хорошо зонить серии ударов в принципе здоровские которые сложно обходить да там где-то оверхеды которые противники будут кушать очень даже парирование на снарядах можно использовать не так уж сложно понять когда это делать хороший вариант можно использовать парочки вот эти черепки кайф кайф ими играть я думаю что танцу вполне подойдет пока оставим так шалкан мой любимый персонаж и оставлю его тут шалкан может страдать от зонеров вполне себе как и барака но у него понятный план на игру у него сокрушительные удары говно полно но комбо за него делать вообще легко то есть я я бы за ее не играл если бы комбо было сложно делать я вообще не играю ни за кого кроме него потому что я на других компить просто не смогу я думаю мои все зрители все подписчики моего канала это прекрасно понимаю собственно b3 нажал все там плечо дальше можешь плечо просто давать с усилением просто прожимаешь и все на вперед 4 у него плюса 44 напрыжка 244 то есть безумно можно за него делать сколько халява он порой дает вперед 21 до вроде медленная серия высокая новички не будут против тебя приседать под ней его подсечку очень хорошая хорошая апперкот короче много признаков того что на нем вполне можно начинать тиндел синдел пожалуй дел синдел синдел да в принципе чё там синдел оверхедом нажал а вперед 4 вверх 3 нажал под данную апперкот до медленный но люди любят сжать апперкот и он у нее на пол экрана за да нет нормальный вариант индал нормальный вариант вообще тут вместе стоят до у нее снаряд хороший вообще зонит за нее кайф но если вы возьмете крик нижний тоже хороший вариант так скарлетт ну вас побешить все равно никто не будет да понятное дело поэтому чё не играть на скарлетт вот серьезно наверно сюда действительно тоже можно поставить можно за нее засирать можно бить в нейтрале хорошими размашистыми атак мы нет будет себя комфортно чувствовать в принципе вот эти все бойцы которые в самом начале еще были показаны они они все простеньки геймплей которых демонстрировался скорпион скарлетт барак они три трое были на бета-тесте докажут другой стороны там и герас где-то рядом вот sony blade это короткие удары но хорошей зоне и вряд ли миксапы это признак того что стоит играть новичку за персонажа вряд ли у sony еще 95 процентов хп блин короче наверное нет если вы хотите засирать противника с расстояния возьмите нормального зоне если вы хотите играть в нейтрал возьмите кого-то из этих тех кто лучше в любовь хорошо но на sony как бы не то не то у вас нормально скорее всего не получится не на расстоянии играть не в ближнем спаун это хороший вариант вполне себе пожалуй единственно он может медлительным показаться игра типа я такой огромный блин по мне постоянно попадают меня бьют знаю спауна не так много халявы с другой стороны да у нее удары цепями его projectile но что у него еще есть прям такого чего новичок прям кайфанет вряд ли нужно ему цепь взять командник можно взять ну там стойку не знаю спаун наверное окей вариант наверное спаун это окей как бы плохим вариантом его точно не назвать но пока так осталось обзирает естественно в лучших потому что сабзира очень простой он ему очень легко открывать противника через низкую атаку через атаку сверху у него легкие сокрушительные удары вообще штопанный гандон ваш сабзира блять ебалая против него играть но все-таки я советую начать свой путь именно с доблестного синего ниндзя он действительно эффективен руках любого новичка и любого опытного игрока и новичка и опытного игрока в руках любого игрока это твари эффективно ну играйте в общем-то сабзира будете чувствовать себя комфортно он универсален его не зазонить он заморозит противника в него что-то кинет а потом тот ему сделает слайд и все здорово здорово термо пупсель в нейтрале будете чувствовать себя как кусок говна с другой стороны у вас есть вот этот оверхедик вперед 2 как у сабзира вперед 2 поэтому почему не играть на терминаторе вот дробовик у него не очень хороший хотя в принципе сойдет я думаю что терминатор это окей вариант я думаю что я думаю что у нас неплохой терлист вообще в целом кого бы кого бы поменяли кого бы переставить я думаю что получилось целом неплохо сейчас смотрю думаю кого бы переставить еще и слишком ли я радикален некоторым персонажем полный новичок мне понравилась китаны и прямо с просто визуально приятно стоит ли стартовать с ним блин у меня музыка я надеюсь не слишком громко играет вроде нормально вроде меня слышно об этом я решил подумать когда уже сделать терлист за джокера сложно вскрывать да нет да не я бы не сказал и ради если мы будем говорить про наличие микс 1 новичок не знает как миксапить уже худшие и ну наверное можно фуджина еще да 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 фуджина наверное еще ниже можно поставить фуджин очень типа свойский персонаж он не похож на большинство других персонажей а вам лучше играть на тех кто похожи на большинство потому что так вы поймете принцип действия многих других худжин очень специфичный и начиная с него ну окажется так что а все другие вообще по-другому играют вот чем джеки вот не знаю джеки вот не знаю джеки может порадовать игрока скоростью своих ударов и восстановления но понятное дело что да у нее тоже какой-нибудь ему ей бы палку какой-нибудь в облаках джокера в нейтрале джеки сложно я думаю пока так рейна пониже нет не рейна не надо за рейна играть новичкам не надо играть за рейна рэмбо для самых скиллов пачек это хватит уже топить за ссором я думаю нормальный терлист получился я бы определенно кого-то может быть переставил что-то бы передумал но в целом вот эти две позиции хорошо лучше я думаю можете спокойно играть за них и будете себя комфортно чувствовать вот на этом наверное буду заканчивать и и и и и и и и